Доброго дня всем зрителям видео канала планеты дзюдо я Роман Карасьев и сегодня я в этом видео хочу показать вам и рассмотреть некоторые варианты передвижения а точнее шаги вообще шаги для человека это одна из основополагающих функций, потому что без шагов человек не может перемещать свое тело в пространстве значит не может делать больше участия в своей основной деятельности будь то это работа или это отдых или это занятия физическими упражнениями и так далее и тому подобное в том числе это касается и изучения различных видов боевых искусств и в частности дзюдо почему все-таки шаги являются на мой взгляд основой изучения дзюдзюцу, это искусство мягкости или сегодня мы рассматриваем как дзюдо мягкого пути на мой взгляд, ну не то что на мой взгляд, а вообще многие мастера боевых искусств и значит рассматривали шаги как основу всей базы изучения различных техник и сегодня я также хочу рассмотреть вариации какие могут быть наши шаги и как мы можем перемещать наше тело в пространстве относительно нашей поверхности рабочей это татами, для того чтобы в последующем проводить какие-либо технические действия упражнения касаемые техник дзюдо или дзюдзюцу ну во-первых, хочу сказать, что наши движения, наши шаги имеют направление значит у нас есть направление, так сказать, линейное когда мы идем вперед и также мы перемещаемся назад это линейное направление мы можем перемещать наше тело обычными шагами видите, если мы стоим в нашей исходной позиции фронтальная стойка то мы можем перемещать наше тело обычными шагами как мы ходим по улице но при этом ощущая все наше тело чувствуя баланс и для того, чтобы мы как бы имели некое такое есть слово в боевых искусствах используется укоренение то есть мы не теряли связь с основой с татами или с землей при этом укоренение это не значит, что мы встали как копаны мы шагаем, да мы чувствуем ее но в то же время мы подвижны вот обычные наши передвижения в линию а также могут быть передвижения приставными шагами обычно мы ходим поочередно левый, правый а приставной шаг мало используется в нашей повседневной жизни но достаточно много используется для выполнения определенных техник упражнений дзюцу, дзюдо или других видов боевых искусств приставные шаги поэтому их практиковать важно и нужно причем практиковать их не просто так вот я пошел вот таким образом там ни о чем не задумываюсь смотрю где-то по сторонам или как будто бы это не имеет никакого отношения практика шагов еще раз скажу очень важна мы должны сконцентрироваться именно на шаге не думать, что это бессмысленные действия ничего бессмысленного не бывает особенно если шаги и вот практика шагов правильная постановка ног правильная постановка шага это все мы с самого детства по сути мы начали это изучать если мы неправильно научились шагать или делать шаг или ходить в конце концов мы не совсем правильно будем перемещать свое тело в пространстве и начинаются различные проблемы как со здоровьем ну в основе своей со здоровьем если неправильная постановка стопы на поверхность которой мы соприкасаемся и так далее и давайте мы сейчас посмотрим как же стопа остановится желательно чтобы стопа остановилась с пятки на носок это если вы шагаете вперед то есть с пятки на носок когда мы делаем передвижение назад то здесь у нас меняется направление то есть постановка стопы уже идет с носка на пятку еще раз давайте вперед это с пятки на носок и движение назад с носка на пятку сколько раз это делает движение? ну во-первых это надо делать достаточно большое количество раз еще раз говорю это не просто так лишь бы ну выполнить и все это отписалось для тех кто хочет прочувствовать и ощутить свою стабильность на поверхности эти передвижения должны быть постоянные и по многу раз некое такое перетекание тела мы даже чувствуем как наше тело перетекает из одного положения в другое а это можно ощутить только при помощи когда мы это делаем достаточно медленно и осознаем что происходит с нашим телом это же позволяет нам структурно выстраивать правильную осанку если вы заглянете в другие системы как боевых искусств так и озарительных практик очень много внимания уделяется именно шагам вот буквально недавно я прочитал книгу одного известного мастера о цигуне Тэзи Цуане это Владимир Сидоров и он описывает там именно шаги и описывает много полезной информации которую я читая эту информацию я понял что в технике дзюдзюцу и дзюдо она тоже имеет достаточно большое значение поэтому когда мы начинаем только изучать наше искусство дзюдо, дзюдзюцу и потом в последующем и много-много-много раз эти шаги надо делать регулярно нельзя это делать только один раз в первый год обучения и потом про них забыть шаги от простого к сложу надо делать регулярно но с каждым разом эти шаги делаются все более осознанно не бездумно а именно погружаясь наше сознание должно погрузиться в этот шаг для того чтобы ну во-первых все-таки вся наша практика дзюдзюцу и дзюдо наверное наша основная задача это сохранение нашего здоровья да если наше здоровье будет в хорошем состоянии то мы можем дальше развиваться поэтому все наши действия должны быть и на этом основном и передвижение так же мы осознаем что мы делаем я не просто шагаю вперед а я переношу свое тело в пространстве для реализации какой-то задачи то есть у меня есть почему я иду вперед потому что я хочу или дойти до своего партнера в случае если это мой партнер я отрабатываю с ним технику дзюдо или уйти от него в случае когда он тянет меня за собой я буду двигаться за ним но при этом двигаться не теряя чувство контроля своего тела при передвижении или наоборот когда он меня толкает я начинаю уходить опять-таки таким образом чтобы не терять чувство контроля своего тела по сути ноги и шаги дают возможность нам контролировать свое тело в перемещении в пространстве ну по крайней мере я так думаю и в следующих видео мы тоже об этом поговорим дальше еще раз да движения линейные это вперед назад они могут быть обычными вперед назад и пристанными или все время я левой ногой вперед шагаю да или все время там правой ногой первое движение делаю можно чередовать дальше есть передвижения боковые как так в простой речи да называем или на самом деле передвижение в плоскости мы можем передвигаться в левую сторону это обычный шаг передвижения нашего тела в левую сторону в правую сторону есть вариант передвижения когда мы ну по сути это наверное первое первоначальное такое движение есть передвижение когда мы делаем скрестный шаг то есть мы выставляем перемещаем правую ногу вперед и левая нога выходит правую ногу вперед если я двигаюсь в левую сторону и левая нога выходит или если я двигаюсь в правую сторону значит у меня левая нога вперед и я выхожу сюда эти передвижения вообще боковыми шагами очень хорошо оказывают воздействие на тазобедренные суставы поэтому выполнение их тоже важно не просто лишь бы их сделать там вот так и все нет мы должны доводить эти передвижения до степени осознания того что мы делаем то есть в принципе все что мы делаем мы должны осознавать и чем внимательнее и осознаннее мы относимся к выполнению определенного дела тем значит повышается эффективность и результативность выполнения этих упражнений но как я еще хочу сказать основная идея или результат это крепкое хорошее здоровье всего организма начиная от нашего скелета мышц кожи и кончая внутренние органы то есть это сердце легкие почки головной мозг и так далее и кровеносная система поэтому еще обычными шагами это вот такое передвижение влево вправо дальше приставной шаг плоскости это когда нога идет заходит спереди в левую сторону и в правую сторону и еще вариант когда у нас нога уходит назад конечно я еще раз повторюсь все эти упражнения нельзя делать там 10 раз или 5 раз и им надо посвящать достаточно больше время итак это передвижение в плоскости в плоскости передвижения не могут то есть линейные передвижения в линию вперед-назад и в плоскости влево-вправо мы не можем в плоскости передвигаться как бы вперед лицом да или грудью вперед или спиной назад здесь именно плечо, то есть мы боком передвигаемся, да, боковые передвижения еще есть вариант передвижения в плоскости с разворотом но для этого мы шагая ногой вперед должны указать в какую сторону и каким образом мы будем разворачиваться, в одном из моих видео я показывал тоже некие упражнения для разворота тела когда разворачиваемся через живот или грудь или лицо, или когда мы разворачиваемся через спину, то есть как бы внутренний разворот или наружный значит в случае, когда я хочу развернуться сделать внутренний разворот, то есть через центр живота или через центр грудь вот в эту сторону то моя нога должна указать в это направление, то есть я делаю Приставной шаг Не ставя ногу В таком положении А пальцы мои разворачиваются В сторону передвижения Смотрите, что произойдет Я начинаю уводить вот сюда Разворачиваю направление У меня уже, видите Начинает разворачиваться что? Корпус И здесь я перехожу в эту сторону Теперь я спиной вам покажу это Раз Два В эту сторону Раз То есть я перемещаюсь в плоскости Но разворачиваю тело Разворачиваю тело Через внутреннюю поверхность Моего тела Теперь такое же передвижение В плоскости приставным шагом Но только когда я буду разворачиваться Наружный разворот Через спину Как будет действовать моя нога? В этом случае я должен пяткой Указать направление Моего движения То есть я делаю шаг в плоскости Приставку вот такой шаг И отсюда начинаю разворачиваться Первое действие мое Я не делаю шаг обычный А потом начинаю разворачиваться Здесь тело-то не совсем качественно будет разворачиваться Нога будет вот это мешать Она становится в опору Но она не развернулась Вы когда будете Если пробовать Экспериментировать Получать опыт Вы Проверьте Верность моего Видео Моего опыта Итак Еще раз Если я наружное делаю Наружный разворот Я делаю шаг в сторону И уже ногу разверну И сюда переместил Видите Нога Пятка Указывает направление А значит Уже мое тело Видите спиной Через наружную часть Тела Через спину Да А спина Это не наружная часть тела Я развернулся Вот Еще один из вариантов Перемещения Нашего тела В пространстве С помощью Напомню Наша тема сегодняшняя Это шаги С помощью шагов То есть Мы не можем переместить Наше тело В пространстве Относительно чего-либо Относительно нашего Соперника Партнера Или Относительно дерева Или чего-нибудь Какого-то препятствия Если мы не будем делать шаги Вот Если птицы Они как бы Летают Рыбы Они плывут То человек Основное его Предназначение Перемещение тела В пространстве С помощью шагов Это основа Поэтому Еще раз Давайте мы с вами Вспомним И проверим Линейные движения Вперед-назад Обычными шагами И обязательно Делаем акценты Внимание на то Как ставится у нас нога Чувствуем ли мы Контроль Нашего тела Приставной Шаг Когда мы Приставляем ногу Она может быть Как левая нога Так и правая Тоже делается Вперед-назад Передвижение В плоскости Когда мы Делаем движение Или в левую сторону Или в правую сторону Передвижение Передвижение В плоскости Переставляя Ногу Вперед Крестовое Такое Передвижение Крестом Скрещено Вперед В левую сторону И в правую сторону Как видите Нога у меня Идет вперед И Такое же Плоскостное Передвижение Боковое Когда у меня Нога идет Назад И Следующий вариант Когда я делаю Плоскостное Передвижение Тела В плоскости Боковое И я начинаю Разворачивать Тело Значит Вариант Когда я разворачиваюсь Через внутреннюю поверхность Тела Я делаю шаг Пальцы указывают Направление И Когда я разворачиваюсь Наружной поверхностью Тела Так В этом случае У меня пятка Видите Указывает Направление Я делаю шаг И пятка Разворачивается Ну На этом Я закончу пока Этот видеоролик В следующем видеоролике Мы рассмотрим Варианты Передвижения Еще раз Тела В пространстве Да С помощью Основного Метода Это шагами По кругу Есть еще такой вариант Перемещения тела Когда мы движемся По кругу И когда мы движемся Диагонально То есть в углы Да У нас есть Диагональ Вперед Вправо Диагональ вперед Влево Диагональ назад Вправо Диагональ назад Влево Каким образом Можно передвигаться Перемещаться Но Я хочу Еще раз Вам напомнить Что Шаги Это основа Передвижения Нашего тела В пространстве Поэтому Особое внимание Уделять Надо Этим Этим Упражнением Не просто так Что это никому Не нужно А на самом деле Это дает возможность Улучшить В дальнейшем Качественным Изучение Многообразия Технических Приемов Зюдзюцу Цудзюдо И других Других видов Боевых искусств Но, по большому счету, это дает нам укрепление нашего здоровья. На самом деле, потому что умея правильно ходить, перемещать тело в пространстве правильными рациональными шагами, это даст нам больше понимания о нашем теле и улучшить наше здоровье и вообще качество нашей жизни. С вами был Роман Карасик и вы смотрели видеоканал Планета Джизо. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok